Рейды по снятию незаконных конструкций администрациями района и города проводятся регулярно. Многие предприниматели до сих пор еще не привыкли к тому, что реклама должна размещаться в рамках закона и правил. Несмотря на неоднократные предупреждения, вывески продолжают оставаться на месте. 28 числа вы должны были это все сами демонтировать. Ничего не произошло, все как было, так и осталось. Поэтому, ну какие кнопки? Но можно еще поверить один раз? Нет, ну это же не первый раз, поверьте. Мы уже ходим сколько и верим. Все вы опустите, через полчаса поднимите, когда мы уедем. Качество рекламных вывесок в нашем регионе выходит на новый уровень. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Московской области разработаны методические рекомендации, как должны выглядеть конструкции. Это делается для того, чтобы рекламы было не слишком много и чтобы она была эстетичной, лаконичной и в то же время информативной. Соответственно, каждая конструкция должна иметь отвечающую методическим рекомендациям концепцию и располагаться в разрешенных местах. Существуют требования и к самим элементам по допустимой высоте букв, подложке и другим параметрам. Готовая концепция согласовывается с управлением по архитектуре и градостроительству и с администрацией города. В рамках поручения губернатора Московской области и затем поручения главы архитектуры Московской области сейчас проходит программа по приведению в порядок облика городов Московской области. И в том числе в эту программу включен, конечно же, город Одинцово. И сейчас нами разработаны альбомы по приведению в порядок вылетных магистралей, привокзальных площадей и главных улиц города. Вот сейчас мы находимся на Трехгорке, поскольку жители Трехгорки, они, наверное, наибольшее нарекание почему-то вызывает именно этот район. Наверное, он как бы молодой вообще район, микрорайон в Одинцово. И тем не менее, уже он получается густо заселен некондиционной рекламой и некондиционными информационными конструкциями. Согласованием по размещению рекламы можно заняться самостоятельно. Никаких разрешений и лицензий данный вид деятельности не предусматривает. Прежде всего, необходимо определиться с местом расположения вывески. Все здания в городе имеют собственника, который может потребовать оплату за пользование фасадом вне зависимости вывеска это или реклама. Величина оплаты определяется по договоренности сторон. И далее необходимо пройти процедуру согласования вывески в городских разрешительных организациях. Коммерческая деятельность, особенно торговля, требует вывеску больше и ярче. Однако зачастую такая реклама портит общий вид зданий. Требуется компромиссное решение и специалист всегда сможет его найти. Работа по приведению в порядок фасадов домов достаточно сложная и, как показывает практика, непрекращающаяся. И все же рейды, подобные этому, способствуют тому, чтобы город Одинцова имел достойный архитектурный облик. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.